В 10 световых годах от планетки они нашли какой-то замшилый астероид и решили стартовать с него. Гонки проходили с переменным успехом. Сначала Беломор вырвался вперед, а Супер Кварк все никак не мог оторваться от астероида. Контр-адмирал квакал, буйствовал и обещал то всех разжаловать, то присвоить мне очередное звание. Он спустился в машинное отделение и, применив особо изощренное выражение, помог кочегарам набрать вторую космическую скорость. В половине дистанции Супер Кварк настиг Беломора и вплелись до тех пор, пока у Беломора не отвалился вспомогательный маршевый двигатель. Ща 2047, у вас двигатель оторвался, предупредительно радировали Супер Кварка. Спасайся, кто может, запаниковал стабилизатор и выбросился в космическое пространство. На последних миллиардах километров Супер Кварк вырвался далеко вперед и первым делом подошел к планетке. Тем гонки и закончились. Для Беломора наступило время тяжелых переживаний, но переживать неудачу ему мешал стабилизатор. Тот плавал где-то в полевом скоплении и просился на борт. Пешком дойдешь, отрезал Беломор. Беломор вздохнул и навострил уши. Вас тут не было, когда мы были, орал контр-адмирал. У меня есть свидетель, он сейчас подойдет, Кварк, и подтвердит. Незнакомый грубый голос возражал. Отвали, Кол, тут никого не было, когда я подошел, ты мешаешь мне ставить бакен. У меня свидетель, 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 как заведенный повторял контр-адмирал. Беломор приблизился и обнаружил на орбите такой огромный дредноут, что даже Супер Кварк рядом с ним не смотрелся. В самом деле, свидетель, удивился грубый голос дредноута, заметив звездолет Беломора. Эти переговоры никогда не закончатся. Вы сами видите, что происходит. Давайте разделим планету на три части и разойдемся по домам, а потом наши цивильные дипломаты без нас разберутся. Почему на три, послышался новый голос. А меня вы не принимаете во внимание? Это кто еще? Планете подкрадывалась какая-то допотопина. Паровая машина, а не звездолет. Там захлебывались от восторга. Еду, понимаете, мимо, слышу, ругаются, принюхался, пахнет жареным. Да у нас за такие планетки памятники ставят. Вас тут не было, блин, квак, кол. По мне не имеет значения, были или не были, резонно отвечала паровая машина. Дело такое, прилетел, увидел, ставьте бакен. Бакена нет, я поставлю, только попробуй, а что будет, плохо будет. О, глядите, еще один. Увы, паровая машина не ошиблась. Появился пятый. Что, кто, блин, возмутились все высокие договаривающиеся стороны. Нет, это не звездолет, это какой-то примитивный бакен. Кто посмел поставить бакен? Я пацифист, но я сейчас начну стрелять. Это был бакен. Он сигналил каким-то странным незарегистрированным кодом. У белого мора повлажнели глаза. Грубый голос прокашлялся сентиментально. Схлипнула паровая машина. Первый раз в жизни, прошептал контр-адмирал Квазирикс. Первый раз присутствуя при рождении. Прямо из колыбельки. Квак. Потрясающе. По такому случаю не грех, намекнула паровая машина. Идемте, идемте, поторопился грубый голос дредноута. Нам, кол, с закостенелым мужланом и солдафоном, больше нельзя здесь оставаться. Пакен сигналил и скрывался за горизонтом. Это был не бакен. Это был первый искусственный спутник этой планетки.